Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Звонок прервался? Да, звонок прервался. Я алло, алло, и ничего не слышно. Подскажите, какие у вас пакеты? Двойные, тройные или одинарные? Тройные. Хорошо. А вы обратились к нам по рекомендации или видео-рекламе? Да, у меня подруга заказала, но она еще не получила заказ, она в пятницу заказывала, по-моему. Скинула мне ссылочку, говорит, такая прикольная штука вот эта вот. А у меня еще этаж высокий, поэтому я вообще боюсь окна мыть. И она говорит, что вот, попробуй. Типа очень хорошая. Она две штуки себе заказала, вот, я хочу тоже. Насколько я поняла вас, вы хотите вымыть окна качественно, быстро и чтобы реже, да? И бесстрашно. И чтобы мне было не страшно высовываться в окно. А вы для себя же приобретаете, да? Что? Вы же для себя же приобретаете. Да, да, конечно. А какие-нибудь еще химические, какой-то химией пользуетесь? В каком смысле? Ну, естественно, пользуюсь. А как же? Ну, не мылом же я хозяйственно мою, да? Спасибо. Ну, просто сейчас очень много тряпок, которые, ну, заменяют химию. А, нет, у меня нет таких. Все, спасибо большое вам за ответы. А вы уже ознакомились с товаром на сайте? Ну, я прочитала все вот про эту щетку. Вот там написано, что у нее магнитные там пластины, и что на палец одеваешь еще колечко, да? Чтобы вот эта штука не упала вниз. Да, да, да. С внешней стороны. Вот с учетом ваших пожеланий, наших клиентов, компания VyperWatch выпустила две версии магнитной щетки для мытья окон. Это связано с большим количеством запросов от клинингов компаний, которые вот как раз-таки, ну, вот на высоких этажах. Наталья, обновленная версия щетки для кон VyperWatch имеет более мощные магнитные пластины. Пластик здесь заменен на материал нового поколения. Он прочнее и легче, за счет чего увеличивается срок службы. Также здесь добавлены новые телегоновые вставки, которые противостоят химии, высыханию, а также продлевают срок эксплуатации. К тому же здесь способствует лучшему сгону воды и полировке стекла. Также обновленная версия позволяет лучше сгонять воду с поверхности окна, тем самым сокращает время уборки. Помимо этого, благодаря более плотному прилеганию, вы можете использовать примите окон только в воду, что существенно сэкономит ваше время и расходы. Наталья, я к чему спросила? Для себя приобретаете или для экстреммерческого клининга? В настоящее время просто для розничной продажи мы продаем комплекты с скидкой 50%. В полный комплект вошли обновленная щетка VyperWatch, сменные насадки 2 штуки, щетка кисть и средство антидождь. Комплект сменных насадок, согласитесь, со временем любая щетка загрязняется и требует обновления. Ну да, конечно. Двух сменных насадок вам хватит для регулярного использования не менее чем на 5 лет. Ничего себе. Также щетка для чистки окон – это мини-инструмент, который состоит из двух предметов – щеточка и совочек скрипбол. Она поможет идеально очистить любые поверхности, труднодоступные места, то есть в зоне пластиковых окон, где сложно будет. Также можно очистить по дому компьютерную клавиатуру, например. Еще сюда входит средство антидождь. Это невидимая вода, отталкивающая жидкость. Она используется сразу после мытья окон, после обработки окна. Пыль не будет прилипать, а во время дождя вода на стеклах будет собираться в мелкие шарики и мгновенно скатываться, не оставляя грязных следов. Благодаря этому свойству окна станут чистыми очень долгое время. Его также можно будет применять на зеркалах, в пластике или на металле. У меня вот вопрос. А если она не пластиковая, то из чего она? Из какого нового материала? Обновленная версия. Ну, скажем, что она не пластиковая, а из какого-то нового материала? Здесь идет материал пластик-нейлон. Пластик-нейлон? Да, именно щетка. А сменные насадки здесь идут, они способ применения, нажимаются в стеклах-плакет с двух сторон щеткой. Тут тоже идет... А вот средство антидождь, его как надо потом наносить? Оно как-то распрыскивается или вот эту щетку надо мочить в нем и... Средство антидождь, он наносится на щетку, далее на окна. А, все, поняла. Хорошо, давайте я закажем с удовольствием. То есть стоимость со скидкой полного комплекта будет для вас составлять 3 990 рублей. Это будет отличная... 3 990, ага. Они же в комплекте идут. Да, 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 да. Наталья, вбиваю ваш номер в базу наших данных. Сегодня наш магазин в рамках акции для новых клиентов предлагает также товар по цене и себестоимости. Чистящие средства Винклин Спот применяется для бережного очищения загрязнения на любой поверхности, а также для кухонной посуды и бытовой химии. Он прекрасно справляется с въевшими пятнами на коврах и мягкой медведи. Его состав безопасен для аэргетиков и маленьких детей. Поэтому смело можете использовать для уборки всего дома. Алло, вы слышите меня? Да, да, я как раз хотела спросить насчет маленьких детей, потому что у меня ребенок маленький. То есть это безопасно, да? Да, вот это чистящие средства, оно безопасно. И для кошек, собак тоже безопасно? Да, безопасно можете использовать для уборки всего дома. То есть там будет одна таблетка на 2 литра для мойки больших предметов, например, кастрюль, или одна таблетка на 0,5 литров. Кулинизатором можете чистить. Евшиеся пятнами... А вы не знаете, вот такие темные пятна, они вот от сырости бывают, появляются. У меня вот на детской этой коляске вот такие справятся? Мне вот сказали, что как раз вот таблетками справляются, растворяют их. Как вы можете... Я сама пользовалась вот этим чистящим чеком, для себя покупала. Вы 0,5 таблетку заправляете поливизатор для ежа, который вот для очистки окон. Да, да. И можете уже на само пятно и тряпочкой протереть. И он отлично справится с любой грязью, ревшиеся пятна, какие-то застарелые грязь. Ну что, оформляем вас чистящие средства? Алло, опять куда-то вы пропали у меня. Да, что-то опять. Ну как, оформляем чистящие средства? Да, да, да. А сколько оно стоит? Оно стоит 590 рублей. Да, конечно. Наталья, смотрите, вы выбрали полный комплект, улучшенную версию щетки, сменные насадки, щетка, кисть, средства антидождь, также WinClean Spot и ваша общая сумма будет 4580 рублей, это с учетом доставки. Обращаю ваше внимание, что посылка будет оставляться наложным платежом. Согласно регламенту почта, скрыть ее можно будет только после оплаты комиссии за денежный перевод от 2 до 5%. Оформляем? Да, да, оформляем. Наталья, назовите, пожалуйста, свои фамилии, имя, отчество, как в паспорте. Бочкарева. Наталья Владимировна. Бочкарева. Бочкарева. Наталья Владимировна. Бочкарева, Наталья Владимировна. Наталья Владимировна. Отлично. Подскажите, пожалуйста, ваш возраст. 35. 35 лет. А возраст для чего? Это для статистики для нашей. Понятно. Пишем. Подскажите, пожалуйста, ваш точный адрес. Московская область. Лобня. Букинское шоссе. Букинское. Дом 11. Корпус 1. Квартира? Квартир 12. Ваш индекс 141.732. Отлично. Одну минуту. Как только ваш заказ будет укомплектован и отправлен, вы получите смс с трек-кодом, с помощью которого сможете отслеживать передвижение вашей посылки. В течение пяти-десяти дней ваша посылка уже будет в почтовом отделении по адресу Московская область, город Лобня, улица Целковского. По этому адресу будет ваша посылка в этом почтовом отделении. Так, я поняла. А, значит, магазин, вот, Випервош, да? Да, да, да. То есть, официальный представитель этого магазина? Да. Как только она прибудет на почту, вы получите смс бесплатное, что заказ уже прибыл, посылка будет ожидать в отделении в течение десяти дней. Наталья, под запись телефонного разговора мы с вами заключаем договор оферты. Мы доставляем вам товар надлежащего качества, а вы нас не подводите и выкупаете заказ при получении. Подтверждаете? Да, конечно. Отлично. Подскажите, пожалуйста, вы сможете выкупить заказ сразу же после его поступления в почтовое отделение? Ну да, да, конечно. Я же жду щеточки. Я сразу выкупаю. Дело в том, что если вы выкупаете заказ в течение трех дней со дня поступления заказа на почту, вы автоматически попадаете в базу наших постоянных клиентов и получаете бесплатную скидочную карту, благодаря которой на все последующие покупки у нас будет у вас гарантированная скидка в 10%. Ух ты! А у вас еще что-то, кроме щеток, вот продается? Вы сможете, да, потом увидеть... На сайт зайти еще. Можете еще приобрести такие же, например, такой же набор уже в подарок кому-то. А, понятно. Ну, то есть вы же по рекомендации пришли? Да. В общем, также эта щетка может вам понравиться. Вы можете, например, маме, подруге подарить, и у вас уже будет гарантированная скидка. Угу, угу, все, поняла. То есть вторую щетку я уже смогу купить со скидкой. Да, да. Все, поняла. Скажите, у вас остались еще какие-то вопросы? Нет. Может, у вас еще какой-то товар, да, появится потом? Да. Да, мы будем вас уведомлять, если что, как только вы получите заказ, вы уже можете делать уже повторный заказ. Если какие-то вопросы появятся, можно вам перезвонить, да? У нас только односторонний в порядке мы работаем. То есть вы можете заказ оставить на сайте, если у вас будут вопросы. А, угу. И потом, если вы получите заказ, вы, там будет визитка наша с обратной связью. А, понятно. И сможете уже напрямую связываться. Все, я поняла. Хорошо, спасибо. Все, Наталья, спасибо вам. Всего доброго. Угу. До свидания. До свидания. На почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Добрый день. Алло. Наталья Владимировна Надежда, меня зовут. Это отдел контроля выкупа заказов вас набирает. Заказ делали на магнитную щетку вайпер вошь. Ваша посылка уже 27-го числа на отделении хранится. А вам смс приходила с номером заказа? Да, приходила. Я сегодня зайду, заберу. Ага. Славковского 13 лет нам для ожидания. Да, да, да. Заказки 3580 рублей наложенный перевод к оплате. Это у вас полный комплект. Идет щетка, сменные насадки, щетка-кисть, антидождь и чистящие средства Клинспорт. Угу. Я тогда пометку делаю, что сегодня обращайтесь с 7-го числа. Правильно, Поняла? Да, да, я через часик пойду с ребенком, вы же зайду. Хорошо. Паспорт и номер заказа вам имейте обязательно. Оплата на отделение будет наличными. После того, что вы берете заказ почты с вами свяжутся. Я просто хотела вас порадовать. Вы делали заказ впервые, поэтому посылку вложим подарок от компании. Я надеюсь, понравится. Спасибо. Может, есть какие-то вопросы по выкупу? Да нет, пока никаких нет. Все нормально. Вам всего доброго. До свидания. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Почему не удалось обещание в срок забрать, когда планируете? Так я на почту пришла. А там, значит, от интернет-магазина нет посылок. Единственная посылка есть. Измытищ от Антоновой Олеси. Да, мы работаем напрямую с официальными поставщиками данной продукции. И вы все спа, естественно, направляете им напрямую. Ну, вообще, по российскому законодательству такого не может быть, во-первых. А во-вторых, я когда разговаривала с оператором магазина, ну, когда заказывала, делала заказ, я тогда специально у нее уточнила, вот, значит, что за магазин. Она сказала, что их магазин является официальным представителем вот этой вот компании японской. Вот. И что придет заказ из магазина. Я просто слышала, что есть случаи такие, когда приходят посылки от физических лиц, вот, и что их нельзя забирать, потому что там лежит, ну, что-то типа или кошачий наполнитель, или еще что-нибудь. Вот. Поэтому я тогда специально уточнила. Данный поставщик, он официально зарегистрирован в нашей компании, то есть это не просто физическое лицо. Соответственно, товар проверен нашими специалистами, на это есть подтверждение, сертификат качества, который вам вложен в вашу посылку. Ну, вы понимаете, я не видела, во-первых, никакой бумаги, что вот эта вот Олеся Антонова официальный поставщик, и что она у вас зарегистрирована там как-то юридически. Вот. А просто получать посылку от физического лица я, конечно, не буду. Вы можете мне прислать бумагу на почту, подтверждающую тот факт, что Антонова Олеся не просто физическое лицо, а какое-то отношение имеет к этому магазину. Ну, всю документацию дополнительную мы вам, естественно, отправляем вместе с заказом. Там, ну, сертификат качества, естественно, гарантина и полная продукция. Ну, это замкнутый же круг получается, понимаете? А то есть от физического лица я получать посылку не буду, поэтому я не смогу посмотреть, что там вложено. Угу. Так, мы вам посылку наложенным платежом отправляли и предупреждали о том, что вскрыться данного заказа возможно только после оплаты. Правильно, посылка должна прийти от магазина. От магазина я с удовольствием сразу же заберу. От Антоновой Олеся нет. Я просто не понимаю разницы. Немного вы же в любом случае делаете заказ в интернет-магазине и отправитель на качество продукции абсолютно не заберет. Поэтому, да, и отправитель должен быть именно интернет-магазин. Сколько заказов я делала, всегда отправитель идет, указано интернет-магазин, фирма вот так, у которой я делала заказ. У Антоновой Олеси я вообще ничего не заказывала. Угу. Ну, так интернет-магазин, в принципе, и несет ответственность за данную продукцию. То есть в случае, если вы там возврат обмен будете оформлять... Нет, каким образом? Я что скажу? Мне скажут, извините, вы видели, кто отправитель Антонова Олеся, к ней все претензии. Ну, сами посудите. Которые предоставлены вам именно интернет-магазином. Я не знаю, что внутри. Это то же самое, что... А отправитель Антонова Олеси. Все претензии мне скажут к Антоновой Олесе. Мне даже на почте именно так и объяснили. Что эту посылку лучше не забирать. Если она из интернет-магазина, отправитель должен быть указан, интернет-магазин, но никак не физическое лицо. Ну, если компания работает напрямую с официальными поставщиками... Такого не может быть. Ну, и вы работаете... Тем более я уточнила. Мне сказали, что этот магазин, он является официальным представителем. Он не сказал, что есть поставщик Антонова Олеси. Мне сказали, что напрямую приходят от официальной фирмы, которая выпускает эти вот Vyper Wash, что этот магазин, он официальный представитель, единственный в России. Именно от него должна прийти посылка. Кто такая Антонова Олеси, я в душе не чаю. Но при подтвердении заказа сами согласовали всю необходимую информацию по вашей фирмы. Конечно. Мне сказали, да, что посылка будет из магазина. Если бы мне сказали, что ждите посылку от Антоновой Олеси, я бы и ждала бы от Антоновой Олеси. И все претензии тогда бы к ней были. Там это не написано. Вдаваться в подробности нашего сотрудничества с поставщиками, с производителями, я думаю, что нужды не было. И как бы все по вашему требованию информацию мы вам предоставили. Да, предоставили всю информацию. Отправитель должен быть интернет-магазин, а не Антонова Олеси. Девушка, мы уже по десятому кругу одно и то же обсуждаем. Ну, должен интернет-магазин следствовать каким-то определенным правилам, поэтому Наталья Вадмурна, я вам в любом случае напомню, что во время оформления заказа именно вы были инициатором, также заключали осный договор. Когда придет посылка от вашего магазина, я с удовольствием тут же ее заберу. От Антоновой Олеси я забирать посылку не буду. Я обязательно оставлю отзыв о вашем магазине. Как вы обманываете покупателей, присылая им посылки не из магазина, а от частных лиц физических. И как это влияет на качество продукции, подскажите, пожалуйста. На качество как влияет? Ну, потому что, скорее всего, там никаких счеток даже и нет. Я так подозреваю. Ну, вот этим, естественно, уже займется юридический отдел после того, что он пришел обратно. Поэтому вы можете товар забрать, попасть в базу наших клиентов. Вы пришлите, пожалуйста, от своего магазина товар. Я обязательно заберу его. Мы передаем ваши данные в базу неблагонадежных покупателей. Также вы компенсируете затраты в интернет-магазину, которые... Так это же не от вас посылка. Посылка от Антоновой Олеси пришла. Вот пусть Антонова Олеси и разбирается. Нет, от Антоновой Олеси она пришла. Она пришла от Антоновой Олеси. Антонова Олеси у меня там валенки старые свои прислала. Да, вот прослушайте, пожалуйста, запись разговора. Я там специально уточнила, от кого будет посылка. Отлично. Отлично. Переслушайте запись разговора, когда при заказе я специально уточняла, от кого будет посылка. Сказали, что посылка будет от интернет-магазина. Отлично. Всего доброго, Наталья Владимировна, до свидания. До свидания. До свидания. Я заказывала в магазине, который официальный представитель фирмы, а мне пришла посылка от частного физического лица, от Антоновой Олеси. У Антоновой Олеси я ничего не заказывала. Дело в том, что вы работаете напрямую от официального производителя данного товара? Нет, это бред. Я его больше слушать не хочу. Не может быть частное физическое лицо, не может быть официальным поставщиком японских этих магнитных щеток. Я когда делала заказ, я спрашивала, от кого, не надо мне ваш скрипт читать. Я когда делала заказ, я спрашивала, от кого придет посылка. Мне сказали, что из магазина. Придете из магазина, если я с удовольствием заберу. Нет, пришло от Антоновой Олеси. Данный товар является отправителем. Отправителем должен быть магазин вашей компании. Товар полностью проверен нашими специалистами. Вот смотрите, девушка, получаю я посылку. Да подождите, вы читать-то. Получаю я вашу посылку. Я не читаю, я вам объясняю. Нет, вы читаете. Получаю я вашу посылку. Открываю я ее. Там, например, лежит не магнитные щетки, а там корм для кошек, например, да? Что мне делать? Кому мне претензии? Антоновой Олесе. Правильно? Антоновой Олесе. А вы скажете, а вы скажете, что мы никакого отношения не имеем. Я этого не знаю. Пришлите от вашего магазина посылку, я ее заберу. С Антоновой Олесей я никаких договоров не заключала. 14 дней с момента получения. Когда вы планируете забрать свой заказ? Никогда. Я напомню, что именно вы были инициатором заказа и заключили участие. Да, но не с Антоновой Олесей, а с вашим магазином. А как ваш магазин называется? Магазин как называется? В Джазгуде я тоже не заказывала. Мне сказали, что магазин называется Вайпер Вош. Нет, Вайпер Вош это производитель щетки. Да, а магазин мне сказали, что это официальный представитель. Ну даже Джазгуд. Хорошо, пришлите мне посылку из Джазгуда. Пусть там будет стоять что-то отправитель. Антоновой Олесе. Антоновой Олесе никакого отношения не имеет к Джазгуде. Она имеет отношения к Вайпер Вош. Она является отправителем данного товара. Она не может быть отправителем. Отправляет. Она не может быть официальным. Она может быть отправителем, потому что у нас очень крупный колл-центр. Мы отрабатываем около 3 тысяч заказов в день. Бедные люди, которым приходят... Ой, какая она у вас роботоголик, наверное, да? 3 тысячи посылок в день отправить. Она там, наверное, день и ночь на почте, да? Ее еще там как? Премию ей не присудили? За то, что она столько посылок отправляет. Молодцы вы, что сказать. Это черный список, база неблагонадежных покупателей. Да. На каком основании от вас посылка не пришла? И отопление кредита в банках. Ага. Поэтому давайте с вами улазим этот вопрос мирно. Давайте. Пришлите мне посылку от вашего магазина, я ее заберу. От Антоновой Олесе я забирать ничего не буду. Выкупить товар в течение 5 дней и попасть в базу постоянных клиентов. Также вы сможете получить подарок от 3-посылки, у вас будет скидка на последующие заказы. Ага. Либо мы передаем ваши личные данные в базу неблагонадежных клиентов, и вы компенсируете затраты интернет-магазину. Каков ваш выбор? Теперь я тоже вам несколько вариантов предоставлю. Первый вариант. Пришлите посылку от вашего магазина. Второй вариант. Перестаньте мне названивать. От Антоновой Олесе я ничего забирать не буду. Учитывая факт, что вы уже были ознакомлены с последствиями невыкупа, и мы неоднократно предлагали решить вопрос... А, да, кстати, подождите, еще момент. Мне прислали, кстати, щетки, которые даже не предоставлены на вашем сайте. Там представлены обычные, а мне там, судя по всему, должны были какие-то супер-супер новые прийти. Их даже нет на вашем сайте. Вы нарушили договор. Она только поступила на склад, уже представлена на нашем сайте. А вы знаете, что у вас сайт вообще заблокирован? Я сегодня попыталась на него зайти, а он заблокирован. Нет, вы не могли зайти. Вы сказали, что интернет-магазин наш не Just Good называется, поэтому вообще не туда заходили. Я зашла туда, где я заказывала щетки. И этот сайт заблокирован. Там все информация, все товары есть. Да, что скоро вас вообще к ноктю прижмут. Да, если уже ваш сайт там заблокирован, да. Это тот факт, что вы уже были ознакомлены с последствиями выкупа. Да. И однократно предлагали решить вопрос максимально мирно. Да. Я должна сообщить, что с сегодняшнего дня мы поднимаем все записи разговора с вами. Отлично, послушайте. Я там спрашивала, от кого придет посылка. Мне сказали, посылка придет от магазина, который является официальным представителем Вайпервоз. И готовим судебно. Про Антонову Олесю не было ни слова сказано. Вы обязаны будете не только покрыть все расходы за пересылку, но и оплатить все издержки поведению вашего дела. Да ладно. Также ограничение... Угу. С какого перепугу? Также ограничение возможности на получение кредита в любой финансовой организации... Да, конечно. Ваш магазин имеет огромное значение при получении кредита в банках. Вам будут обязательно звонить и спрашивать. Всего доброго. До свидания. На почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это Владимир Владимировна Надежда меня зовут. Это Азия контроля выкупа заказа. Заказ делали на магнитную щетку. У вас посылка 20 дней на отделении. Подскажите, почему вы заказ не заберете? Так. Это вот 19.59, да, заканчивается трек-номер? Да, все правильно. Угу. Так а там я указывала, по-моему, нет? Что я заберу... А, там надо 27 декабря ведь, да, там у нас хранится? Здесь просто 4 дня хранения осталось, а далее будет 4 дня хранения. Либо почка у вас правит на 4 дня. Так... До 4-го до понедельника включите, но у вас... Я поняла, поняла. Так, а дело в том, что там отправитель Антонова Олеси. Я от Антоновой Олеси принципиально забирать не буду. Я уже сообщала. Еще раз вам повторю, что у вас посылка принята напрямую от официального поставщика. И доказательства моих слов это есть сертификаты качества. Так это же ваш поставщик, правильно? Это же не мой поставщик, это ваш поставщик. Так потому что мне из магазина заказ не пришел. Пришел от Антоновой Олеси. Я ее знать не знаю, кто это такая. Так на этот вопрос я вам ответила. А если заказ... Такого не может быть. Я специально узнавала. В Роспотребнадзор я звонила. Вчера в Роспотребнадзор я звонила и спрашивала, может ли физическое лицо быть поставщиком официальным, и который отправляет посылки из интернет-магазинов. Мне сказали, что нет, конечно. Такое запрещено законодательством. Такого просто не может быть. А какой закон вам сказали? Номер закона? Какой запрещено? Причем здесь номер закона. Просто такого вообще не может быть, чтобы физическое лицо было поставщиком. Ну как, вы же от компании получаете эти щетки, правильно? От компании. Не от частного лица. Ну не может Олеся вот это... Олеся не может быть официальным поставщиком вашим никак. Да не может никак. Олеся... Не может Олеся быть поставщиком вашим никак. Поставщик это официально юридическое лицо должно быть. Я вам тоже ответила на этот вопрос. Пусть тогда мне позвонит она сама. Сейчас четвертая 497 ГКР. Будете компенсировать затраты через суд. Не заберете заказ, получите повестку. Всего доброго. Вот смотрите. Для получения информации оставайтесь на линии. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут История. Я менеджер отдела контроля выкупа заказов. Мы с вами договаривались, что вы выбираете заказ седьмого числа. Подскажите, пожалуйста, по какой причине удалось брать заказ вовремя? А это какой заказ? Откуда? Ну почему я... Наверное, что щетки снили, насадки, щетки, стены, дождь. Ни снили из-под. А, щетки? Для окон? Да, все правильно. Угу. Это которые в Лобне, да? Что, что повторите, что это слышно было? Которые в Лобне? Ну, на Букинской шоссе, которые пришли? Нет, улица Циолковского, 13А. А, ну правильно, это почта на Циолковского. Почему числа не забрали? Почта на Циолковского. Так, а я уже сказала, что щетки-то пришли не из магазина, а от Антоновой Олеси. Вот. А я жду, когда от магазина придут. Я уже несколько раз объяснила это. От магазина? Да. Я знаю, что мы работаем напрямую с специальным поставщиком. Да нет, я уже спрашивала, такого не может быть. Такого не может быть. Назарина Владимировна, мы не первый год на рынке, и за качеством мы отвечаем с ее репутацией. Винстовая проверяем нашими специалистами. Это есть подтверждение сертификата качества и гарантия, которая вам предоставляется. Угу. Это замкнутый круг уже какой-то. Я уже несколько раз повторяла, что я эту посылку забирать не буду. Запишите, пожалуйста. Пусть она вам возвращается, а вы пришлете мне уже от магазина ее. Да, да, да. Да, да, да. Да, я с магазином это заключала, а не с Антоновой и Олесяей. Все договоры, которые мы с вами заключали, и на вас поэтому могут быть сложные штрафы, превышающие сумму вашего заказа. Хорошо. И вы заценичены в черный список. Это влияние кредитной стоимости, сложный вам не заказ в любых интернет-магазинах. Хорошо. Я под запись разговора отказываюсь забирать эту посылку. Хорошо. 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 Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я менеджер отдела контроля покупок заказов. Вы заказывали магнитную щетку, и у вас посылка еще с 27 ноября лежит. Подскажите, а почему не удалось вам забрать заказ? Так, потому что от магазина не пришел заказ. Там трек-номер с этим заказом, там от какой-то девушки посылка. Не из магазина. Это наш официальный поставщик. Мы же работаем напрямую с официальными поставщиками. Данный поставщик официально зарегистрирован в нашей компании, и товар полностью проверен нашими специалистами. На то есть подтверждение, это сертификат качества, вложенный вам в посылку. А кто там отправитель? Указан. Одну минуту. Антонова Алися. То есть она что, привозит из-за границы эти щетки? Да, это наш официальный поставщик. Я это говорю. Поэтому деньги, почему указан? Потому что деньги напрямую отправляются ей. Ну, значит, и звонить тогда должна мне она. Я тогда с ней буду вести переговоры. Потому что, как бы, это поставщик. А мы уже непосредственно обрабатываем заказы. А, ну, значит, и тогда посылка должна от вас быть. Угу. Ну, в любом случае, у вас уже срок ранения не уйдет. От посылки вы отказываетесь. В таком случае должна предупредить. Сейчас я принесу. Так как вы отказываетесь, и не считывая так, что вы уже были ознакомлены с последствиями не выкупа, и мы не однократно предлагали решить вопрос максимально мирно. Я вам сообщаю, что с сегодняшнего дня мы поднимаем все записи разговора с вами. Отлично, отлично. И начинаем сбор данных. Хорошо. А именно с водки сотовой связи, записи и готовимся дедный иск о нарушении войны узкого договора. Хорошо. Вы должны будете не только покрыть все расходы за пересылку, но и оплатить свои удержки по ведению вашего дела. Отлично. Хорошо, я готова. Вопрос от у вас не осталось? А-а, вообще нет. Хорошо, спасибо, хорошего дня вам. До свидания. Дослушайте сообщение. Ваш заказ и подарок ждут вас по адресу Циолковского, улица 13А. Номер по ссылке мы выслали вам в СМС. Не забирая заказ, вы причиняете нам материальную черпу. Уведомляем, что на основании статьи 486 ГК РФ «Завтра» мы будем вынуждены отискать с вас понесенные убытки, а именно расходы на доставку юридические услуги госпошлины. Получите заказ, чтобы не допустить судебных разбирательств. Спасибо за понимание. Продолжение следует...